Всем здорова, с вами Макс Рой. В общем, ничего не меняется. Мы с Валерой приехали кататься. А куда мы приехали кататься? В новую смену, получается. Ну, типа того, в новый скейт-парк. Короче, в Питере у нас открылся. Сейчас будет независимое мнение, так скажем. Давай, просто 20 секундочек твоих предположений. Что ты ожидаешь от парка? Я ожидаю хорошего парка. Хочу классную стрит-зону, классные подкаты. Чтобы выкидывал. Ну все, мне больше не надо. Короче, мои ожидания, что будет... Будет сочно, потому что смена, в принципе, хороший парк. И ей не хватало только размеров, где она находится, помещение. А тут мне уже заспойлери, что там будет крутая парк-зона. А это означает, что у нас теперь топовый парк в Питере. Кстати, вы заметили, мы с Максимом подстриглись. Да. Напишите, как нам. Напишите, у кого лучше прическа. Горшок? Или вот такая. У меня топовая. У меня просто такая прям бойцовская. Ты прям молодой Майк Тайсон. Только не загорел. Ну, сейчас в солярий схожу и нормально будет. Ну, готов? Да. Ну, целый. Ну что, готов? Заходи. ПОДПИСЬ! ПОДПИСЬ! Продолжение следует... 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 Классно сделаны колпинги, очень. Они мягкие, и квадра классные, тут лучшие квадра, нигде таких нет. Сделано вообще по недочетам, есть такие, знаешь, типа конченных радиусов, конченных перил, ну типа, которые, потому что конченые, но они построены с точки зрения просчетов неверных, то есть неудобно для катания. Где-то выбрасывают не так, или где-то, как это, копинги неправильно поставлены, либо же уголки неправильно прикручены, ну типа, что-то такого. Столбы, единственный минус, столбы, наверное. Ну тут от них не избавиться, потому что это несущие опорные. Как все в капеле. Ну да. Но благо, что они у нас вот сделаны вот так. То есть даже если ты впилишься, в принципе, не разобьешься сильно. Сейчас я минусов в этом скейфпарке не вижу, потому что я еще не везде покатался. Ну я думаю, они со временем найдутся, потому что без минусов никуда. Нет, ну выглядит классно скейт-парк, очень нравится. В общем, очень мне нравится данная ситуация, потому что таких крытых пласт крутых у нас не было, правильно же? Ну только если в смене, но это не совсем плацы было, это было что-то совмещенное с стрит-парком, поэтому я думаю, что это будет новый уровень. Давайте пройдем с вами назад. Ладно, погнали в парк. За стрит-зоной у нас находится прекраснейший парк в Питере, потому что лучше я еще не видел. Итак, прям сходу нас встречает поролоновая яма, которая еще не достроена, но это не столь большая проблема, ибо ее вот-вот уже достроят, я так подозреваю. Есть рези, рези пан, это прям вот имба просто в Питере. Я не знаю, где был, в инмоушене, да, но я там не был. БФА закрыли, в итоге, ну здесь прям очень прекрасно. Если вы видите, как парни летают, то выкидывает, ну прям залет, залет. И также очень классный квотер, чтобы разворачиваться, в этом нет вообще никаких проблем. То есть в этом плане все продумано прекрасно. По правой части нас сразу же встречает тоже одна из парк-секций. Вот здесь такой памп небольшой, островочек. Дальше виртвул я не вижу, какое ему предназначение. Он стоит под 90 градусов относительно квотера, но ладно. После чего в середине парка у нас есть так называемый фанбокс. Не катался, ничего про него не могу сказать, но по виду выглядит реально круто. Единственной проблемой это разгон является, потому что там у нас, как я понял, такой памп. И ребята говорят, что он на самом деле немножко сжевывает скорость, но я думаю, стоит немножко привыкнуть и будет все прекрасно. Слева от фанбокса у нас будет стол. Погнали, пройдем дальше чуть-чуть. Тут у нас стол, на который тоже можно делать трюки. И в принципе он очень хорошо сделан, ибо у него радиус такой, чтобы выкидывало прямо наверх. Дальше перед разгонкой на фанбокс у нас есть памп, островок именно, который поможет вам набрать скорость. Если вы там собрались делать бэкфлип до потолка, ну или же ваши крути-верти-трюки, прекрасно просто. Слева есть спайн, тоже спайн достаточно прекрасно выглядит. Ребята на нем катались, в принципе и летается. Ничего не могу тоже про него сказать, именно от себя, потому что я не катался. Так, спускаемся вниз. Единственное, что мне не нравится и здесь непродуманно, это вот проблемка некоторая. Один вопрос, ребята. Если вы построите здесь лестницу, вот туда покажи. Если вы здесь построите лестницу, будет прекрасно. Ну, пока я немножко затрудняюсь, ответьте вам, как легко забраться. А очень часто силы теряются на том, что ты куда-то залазишь. То есть тот же самый район в трехе. Там очень много сил жевается, когда ты по этим ступенькам наверх поднимешься. Или же в каких других парках такая же проблема есть. Ну, в общем, везде. В жести, да, в жести тоже. Из поролона вылезти, залезть по ступеням наверх или заехать на квотер наверх. Очень много сил просто пропадает из-за этого. Поэтому сделайте, пожалуйста, ступеньки. Дальше. С левой стороны у нас идет рампа. И сразу же рези рампа. Что мне в ней нравится, это то, что она для двухсторонней стойки. То есть у нас есть и как под левую стойку рези, и под правую стойку. То есть нет такого, что ты не можешь что-то сделать, потому что не позволяет возможности паркать за твоей стойки. А тут все прекрасно сделано. И вот Валера катался. Вот он вам немножко пару слов может сказать на рампе, ибо он уже разложился даже на ней. Квотер очень мягкий и высокий. Ощущается классно. Это лучший квотер, который есть в Санкт-Петербурге. Мне он очень понравился. Но это не пиар, потому что я не называл название ничего. Я думаю, все, кто хотят или знают этот парк, они и так найдут информацию про него в интернете. Бабок мне не заплатили, поэтому, ну, пацаны, сорян, заплатили бы, может, чуть-чуть. Оставил бы, что есть в описании. Итак, перед рампой у нас, перед рампой у нас имеется такой подъемчик на разгонку. На самом деле разгонка, вот чем она мне нравится, она... Чем она мне нравится, она очень резкая. Пойдем за мной. Она очень резко выглядит, и тут прям... Но если сравнивать с размерами трехи, то я думаю, практически как район и такая же резкая вниз. То есть ходов здесь прям предостаточно будет для ваших любимых трюков или же для того, чтобы выучить что-то новое. Ну, в поролон пока нет, поэтому я не знаю. Рези парни летают. В принципе, парк... Парк по размерам, наверное, если честно сравнить, не знаю с чем. Ну, наверное, как сейчас КСС, то есть Кик Скутер Шоп в Москве. Ну, по размерам примерно так выглядит. Думаешь, чуть больше? Я просто не был в Москве. А, ну, стрит-зоны, да, нет, но... Я так скажу, я в Москве не был. И я не видел Кик Скутер Шоп своими глазами. Но по видосам именно парк выглядит по размерам примерно так же. Ну, плюс-минус. Но берем в расчеты, берем в расчет, что еще здесь отдельная стрит-зона. Которая не пересекается с парковой зоной, и никто друг другу не мешает. Нет вот этих вопий. О, ты там пришел, Эйпархер! Уходи отсюда! Такого нет, в принципе, этого достаточно прекрасно. А это что? О, я этого, кстати, не видел. Здесь еще одна разгонка. Есть. Что еще рассказать? Честно говоря, по первым впечатлениям, то есть, допустим, когда мы пришли, мне очень понравилось. То есть, в Питере нет такого уровня парков, что там, жесть? Жесть вообще это забейте. Там, вы видели, какие коупинги сделаны? Это отмена, вы убьетесь там. Плюс нету такого хорошего фана, допустим, который продуман в плане разгона и в плане приземления. Потому что в жесте, если ты даже разгоняешься, то ты на приземе просто убиваешься. Что еще? Спайн. Я не знаю, кстати, спайн. Я не катался, но по виду он как в жесте по размерам. То есть, чтобы вы имели представление, я вам так для сравнения говорю. Но прекрасно еще есть одноуровневый фан со столом. То есть, это большой плюс, потому что ты можешь не мешать ребятам учить трюки на стол или через фан. У тебя есть два выбора. Это прекрасно, потому что никто не катается на одну фигуру. Ну, естественно, Резик Уотер, который есть только в Inmotion, но поймите, в Inmotion одна фигура, две, а тут их многое количество, поэтому в этом нет никаких проблем. Что еще? Ты делаешь, будто какую-то антирекламу в Inmotion. Нет. Я не катался в Inmotion, кстати, поэтому я ничего не могу сказать. Но просто я ничего плохого не хочу говорить, но Inmotion или BFA, который закрылся. Проблема в том, что там стоит одна-две фигуры и все. И потом ребята удивляются, почему у них нет клиентов, нет посещаемости. Но понятное дело, что Рези это очень хорошо и круто, но это применение не для всех. Поэтому у нас не то количество райдеров, чтобы на Рези постоянно каждый день спрос был. В принципе, что еще рассказать? Забыл отметить, что здесь есть прекрасная такая зона типа балкона, которая есть по всему парку сверху. И вы можете наблюдать спокойно весь скейт-парк и просто смотреть, допустим, если же вы родители, вы можете наблюдать за вашими детьми. Или вы можете просто спокойно почилить, где вас не собьют точно. Или вам не скажут, что уйди с фигуры, ты мешаешь. А по факту просто не было где сидеть. Я думаю, что вот в подобных местах стоит организовать какие-то сидения, столики или что-нибудь, стульчики, где можно просто сесть и посидеть. И в принципе, открывается полностью вид на весь скейт-парк и вы можете спокойно стоять, наблюдать. Плюс очень удобная вот эта зона, которая находится прямо перед поролонкой. Потому что вы можете снимать трюки, допустим, в поролон с этого ракурса. Или же врезит, тоже прекрасный, просто такой небольшой островочек. В принципе, вроде никаких моментов не упустил. Я думаю, что все рассказали, да, по поводу парка. Напишите в комментариях, что вы думаете насчет парка. Мы обязательно сюда приедем еще раз и поснимаем для вас трюков. Покатаемся в стриту, а также покатаемся в парке. В принципе, я думаю, что на этом можно закончить. Валера допрыгался, теперь лежит, ой, сидит и чилит. Легко. И просто. А тебя на ногтю посмотрите. Да это... Тут надо будет... А может быть, этот пароход, знаешь, как... Ты же не опухну, и что ты говоришь? Даже на сотни натянуть, блядь. Реально очень сложно его натянуть. А, вот так. Ставлю, да? Думаю, норм. Пойдет, да? Потянет. Носки белой собачки. Во, блин, это... А знаешь, как Виктор Блуд в Шангу себе 150 уронил на ногу и говорит, носок порвался. Все, кажется, я заряжен, готов еще что-нибудь снять. Все. А, нахер. Да не, идти могу. Давай, полетели. Короче, данный видеоматериал подходит к концу. В принципе, мне парк понравился, Валерия. Нет. Че? Мне не заплатили за рекламу. А, понял. Не, ну, а если объективно, то парк хорош. Мы скоро поедем кататься туда. И делать для вас контент. А сейчас я бы вас хотел попросить... Подписаться на канал, поставить лайк, 500 просмотров на видео следующее, где я пробую кататься в парке. Всякие крутилки, вертелки, вот эти вот... Давай. Сколько? 100 лайков? 50? Ну, там на предпоследнем 40 набралось, где я вернулся. Ну, вот 50 сделаем, ребята, и все будет. И будет парковое движение от стритера, правильно? Ну, все, значит, завозим фуру лайков, пишем комментарии. Без вашей активности мы ничего делать не будем. Потому что не хочется в пустую работать, правильно? Правильно. Ну, все, закрываю, Валера, камеру. Закрываю камеру. И заканчиваем. И, а чем? Давай ногой закрою. Больной?